всех приветствую с вами я веган христолюб и мы сегодня почитаем комментарии посвященные теме библии первый комментарий прочитал некоторые отзывы и поражаюсь библию никто не хочет назначать апокрифом в библии не написано про христа ни одного слова почему-то все уверены миллионы первенцев поразил иисус вы сошли с ума библию про евреев библия про евреев и для евреев и у них там темный бог о котором христос сказал что он человек убийца от начала евангелия то на 8 глава глава 8 44 стих назначать апокрифы никто не имеет права покажите где иисус кого-то назначил запрещать апокрифы зато евангелие от фомы апокриф кто назначил кто имеет от христа такое разрешение или назначение ну и второй комментарий уже прямой наезд на меня кто имеет право назначать апокрифы сидит несет чушь тебя что христос назначил эту чушь нести ну по поводу данного комментария библии никто не хочет назначать апокрифом в библии не написано при христа ни одного слова я во первых по поводу апокрифов человек наверное попав на это чтение апокрифы евангелия от фомы не увидел и не знает что прежде чем читать эти апокрифы я записал как всегда видео вводное о том что такое вообще апокрифы о том что такое канонические не канонические писания и что такое апокрифы отдельное видео записал в нем я достаточно кратко но емко и подробно дал понять что это такое почему в религиозных псевдо христианских сектах таких как православие католицизм протестантизм имеют место быть такие разделения и в то в том числе просто кратко здесь скажу что апокриф изначально вообще не нес никакого в себе отрицательного посыла да то есть слово сначала изначально и слова и его его сущность его определение то что он определял несло какой-то негативный смысл это раз более подробно кто хочет посмотреть то видео найдете либо по поиску по каналу ну либо всегда на все что я ссылаюсь в своих роликах на какие-то видео своего в частности контента да и не своего если я ссылаюсь пишите в комментариях я дам прямые ссылки с не найдете сами вот поэтому я да сейчас не буду вникать и и в претензии этого человека по поводу того что я так понимаю ну судя по комментарию как я же много раз говорил считая их тяжело понять точные мысли человека да что если что якобы может быть я сказал а может быть это вообще его мысли я тоже не могу помнить что я говорил в каждом ролике до комментарии очень всегда поверхностные да что я сказал что там где нет ни слова христе это уже апокриф вряд ли я такое мог сказать поэтому если ссылается на какие-то мои слова вы ссылаетесь то надо давать конкретные тайм-коды как это называется конкретному месту где что-то сказал вот там то там то ты сказал давать ссылку чтобы я не буду пересматривать собственные ролики ради того чтобы узреть ваш комментарий в сущности потому что я услышу свое слово да давайте конкретный тайм-код вот там то там то ты вот так вот сказал уж такое уже не раз было когда я просил я переслушиваю я понимаю что сказал то я сказал кое-что данной человек абсолютно не понимает и знаете древнюю мудрость не раз говорил и буду повторять я в ответ только за то что я говорю но не в ответе за то как вы меня понимаете это очень важно это очень очень важно это первых действительно мудрость мы читаем одни и те же книги и понимаем их абсолютно по разному мы слышим одни и те же самые мысли воспринимаемых абсолютно по-разному а уж что мы потом делаем, а уж что мы потом другим рассказываем, что я якобы слышал от того, это уже вообще третья вода на киселе. Так что вот так вот, кому интересно, посмотрите этот ролик. Библия про евреев и для евреев, и у них там темный бог. Ну, это я миллионы раз слышал, Библия не для евреев. Библия для евреев, евреев и для евреев. Библия может быть написана и евреями, да, и переведена, перетолкована, особенно Ветхий Завет. Тоже вот человек говорит Библия, что значит Библия, сам ссылается на Христа. Вообще-то христианство это мировая религия, и сам Христос сказал идти по всему миру. Что значит Библия? А Новый Завет, часть Библии, ты вообще понимаешь слово Библия? Мне, вы знаете, люди делают... Я, конечно, понимаю, что каждый имеет право говорить, но я имею право их критиковать конструктивно. Вот человек употребляет слово Библии, делает вид еще тут на апокрифы, да, замахивается, якобы он умный. Но ума не видно по комментариям, я ему то же самое могу сказать. Он же меня, как видите, в втором комментарии ужалил, что якобы я там сижу чушь несу. Ну, а ты не несешь чушь, ты говоришь, Библия для евреев и... Евреев и для евреев. А Библия, разве это не сборник книг вообще? Это... Как только не называют ее Словом Божиим, которым она действительно не является. Ни темного Бога, ни светлого. Это писание людей об истории действительно порой одного какого-то народа или вообще одного какого-то человека. Возьмите книгу Иова. Даже понять не можем, еврей он или не еврей. Нет. Там четко понятно, что он не еврей. Но кто он? Понять мы можем. Ну, в принципе, это история жизни всего лишь одного человека. Библия — это набор писаний человеческих. О человеках, о взаимоотношениях человека с Богом. А есть места, где вообще нет никаких взаимоотношений с человеком с Богом. Таких книг полным-полно. Много взаимоотношений человека с Богом в книге «Экклезиаст» описан, проповедник. А много ли взаимоотношений человека с Богом описано в книге «Руфь»? Руфь. Нет, там о Боге вообще слова нет. По поводу корпуса этого Писания. Ведь он разделен на Новый Ветхий Завет. Что значит Библия для евреев и евреев? Глупость человеческая. Я даже не знаю, как ее еще комментировать. В Библии есть Новый Завет. Новый Завет это что? Это Евангелие, прежде всего. Это история Евангелия. Благая весть, радостная весть о том, что Бог некогда сошел на землю. Явив свою сущность. Какую? Открыв имя Отца. Отца это сущность. Начало. Какая это сущность? Любовь, свобода и бессмертие. Вот что сделал Иисус. И разве Иисус не сказал нести эту весть благую по всему миру до всех краев земли? Ну что за бред вот человек пишет? Почему я не отвечаю очень часто текстами? Вы видите, как я могу это сделать на словах и писать вот эти безэмоциональные тем более тексты у меня обычно никакого желания. Ты вообще Библию читал? Евангелие? Ну конечно, я не понимаю, кто этот человек может это вообще непонятно кто. Я уже много раз говорил, есть люди прямо сумасшедшие. Вот конечно, поэтому комментарий я не могу сказать, сошел ли он с ума, да, ни в чем пребывает. Но комментарий глупый. Глупый. Глупость. Тупость. Безумность. Библия не евреев и не для евреев. Даже Ветхий Завет. Там в начале открыта история творения всего человечества. Книга бытия еще далека до евреев. Несмотря на то, что там есть Авраам, Исаак и Аков. Это история. История. Пусть там и положено начало истории еврейского народа. Ну и что? И все народы одинаковы. И люди все одинаковы. По истории любого народа мы можем проследить историю грехпадения не только еврейского народа. До такого дна, что они Бога, пришедшего во плоти, убили, распяв на кресте. Ну и всего человечества. Вы думаете, Христа не распяли где-нибудь в другом бы месте? В любом народе его бы распяли. Людям не нужно добро. Люди хотят жить в аду просто. Вот и все. Поэтому вот эти фразы, такие слова человек кидает, просто показывая свое безумие. Библия евреев и для евреев. У них там темный Бог. Каким они видят Бога, и как его описывают, и как его подают, и что в его уста влагают, тут, конечно, я даже не поспорю. Бог глазами евреев ужасный. Бог глазами евреев. Важно каждое слово. Запомните это. Потому что в Ветхих Заветах Бог описан глазами евреев. Единственное, что можно отодвинуть от всего Ветхого Завета, это первые две главы книги бытия. Потому что это не Бог глазами евреев. Как бы не Бог глазами человека. Потому что описана просто история сотворения мира. И то кратко, в образах зачастую. Разве там не написано, что Бог не разрешал никого убивать и пожирать технии трупы, что все должны быть веганами. Описано. Почему никто это не исказил? Да потому что как бы там самого человека нет. Исказания начались в третьей главы, когда человек начинает тыкать Богу и во всех своих грехах обвинять Бога. И дальше вся Библия написана глазами человека. Бог, история, все, что они вокруг видели, описано глазами человеков. Вот так вот. Поэтому не Бог темный и не еврейский Бог, как говорят, темный, а Бог глазами евреев темный. Да. Так Бог глазами посмотреть на православных католиков, протестантов, на мусульман. Это обычный дьявол, который разрешает им убивать животных, убивать врагов. Да. Это дьявол. Обычный дьявол. Это ихний Бог. Ихний Бог чрево, чревоугодник, горта на бесе, ихний Бог. Куда ни ты, их не алчность, жадность, человека ненавистия. Мы русские, с нами Бог, американцы плохие. Все у них плохие. Китайцы наш лес захватывают. Какой ихний Бог? Их тоже Бог дьявол, несмотря на то, что им называют все якобы христианами. Вот и все. Это Бог глазами евреев. В Ветхом Завете описаны. Дьявол, да. В самом настоящем смысле. Но сам Бог не такой. Бог есть любовь, свобода и бессмертие. По поводу, когда вырывают вот эти стихи, фразы Иисуса, да, ваш отец дьявол. Все это, даже не знаю, стоит ли говорить, ибо у меня Библия целиком на канале записана. Хотите, смотрите, хотите, читайте, да. Иисус объяснил им, почему. Он не имел в виду прям еврейский Бог, или Бог, который говорил с Авраамом, Исааком, Аком, и то. Тот, кто Бог говорил с врагом Исааком, Аковым и с Моисеем, даже это был Бог-любовь. Но то, как его хотели понимать Авраам, Исаак и Аков, тот же самый Моисей, это уже их проблемы. Бог не нарушает свободы человека. Бог с каждым человеком. И про то, что приписывает Бог, сказал Моисею, пойди убей всех, это чушь собачья, чепуха. Это Моисей сказал. То, что он сидел там, молился на горе, и не говорит, что все ему наговорил Бог, это люди так подают. Почитайте Коран когда-нибудь. Вот я сейчас на канале читаю. Вы не найдете ни одного отличия от Ветхого Завета. То же самое Мухаммед говорил, так говорит Бог. И авторы, кто писал Коран, это же не сам Мухаммед писал. Бог сказал Мухаммеду. Один в один. Людям ничего не стоит взять от имени Бога, начать нести действительно чепуху и ахинею. Ничего не стоит написать это на бумажках и назвать это святым писанием. Ничего вообще. У них не отваливаются ни руки, ни ноги, ни гниет голова с мозгами, ни ссыхает сердце, ни парализуются они, и уж тем более не умирают. Живут дальше себе спокойненько, приспокойненько. Почему? Потому что Бог дал человеку свободу. Вот вам и весь ответ на все эти вопросы. Поэтому, а там Иисус сказал, Он сказал, Ваш конкретно, тем, кто что пытались его убить. Он говорит, Ваш отец дьявол, потому что ищите убить меня. А он был человек-убийцей от начала. Конкретно этих фарисеев и любого человека. Кто убивает животных, кто Бог чрева и Бог дьявол, потому что они исполняют похоти его. Кто убивает людей, то же самое, да. Ваш Бог дьявол. Кем бы вы себя не именовали. Но это не значит, что если они именуют себя христианами, Христос дьявол. Нет, это Бог-любовь пришедшего плоти, которого не приняли и распяли. Это делают до сих пор во всех псевдо-христианских религиозных культах, таких как православик, тельцинс-протестантизм. Они каждый день распинают себя Христа греховной жизнью. Назначать апокрифы никто не имеет права. Ну, тут я уже где Иисус кого-то назначил запрещать апокрифы. Кто назначил, кто имеет такое же значение. Да, назначать как бы якобы там апокрифы, не апокрифы. Но я человеку говорю и вам всем, кто меня слушает. Разберитесь, во-первых, что такое вообще понятие каноническое, неканоническое писание и апокрифы. Это раз. Во-вторых, да, назначили эти обычные люди. В-третьих, я, допустим, в частности, просто выражаюсь понятным языком. Их, да, их это не я назвал. Он, кстати, кидает мне предъяву. Кто имеет права апокрифы? Опять вопрос, я, правда, уже не пойму. Ко мне адресован. Сидишь, несешь чушь. Тебя что, Христос назначил эту чушь нести? Тут я уже про чушь, я говорю, не совсем понимаю, что я их апокрифами называю или что я читаю и комментирую, говоря чушь. По поводу апокрифов, да, это не я их назвал. Я выражаюсь понятным другим языком. Если люди солнца назвали по-русски солнца, американцы называют его сам, то я, чтобы меня другой человек понял, пользуюсь его языком. Вот и все. Если он называется апокриф Евангелия от Фомы, я так и выражаюсь, потому что во всех мировых псевдо-христианских религиозных культах там, конечно, есть иногда небольшие различия. У кого-то один список канонических, неканонических книг, но по апокрифам в основном они все идентичны. И так как я читаю тоже, опять же, для всех, я всем не могу угодить одновременно, да. Там пусть уж каждый разбирается. Если даже в какой-то секте там эта книга может быть не каноническая является, наоборот, каноническая или наоборот какая-то каноническая, в другое вычеркнутая и добавлен список недоканонические, то же самое с апокрифами, ну, меня, если честно, это мало волнует при разговорах. Апокриф, не апокриф, более того, я еще раз повторяю, все закончу. У человека претензии к этому только потому, что он сам наступил себе на горло, потому что он это все подает через призму аксиомы, что апокриф – это плохо. А я записал ролик и дал понять, что апокриф – это вообще не всегда хорошо. И хоть в последнее время он действительно несет негативный смысл, якобы апокриф – это что-то неправильное, запрещенное, то изначально так не было. Но, читая данную книгу, даже не произнесу это обидное по словам автора слово, я уже делаю вывод, вот там суразица или не суразица написано, чушь или умная, или мудрость подана. Это уже делаю я вывод сам. Независимо даже от того, апокриф – это не каноническая, или даже каноническая книга какой-нибудь псевдо-христианской, религиозной секты под именем православик, кальцизм, протестантизм, или я читаю Коран, или я читаю Веды, или я читаю учения буддизма. Да, я делаю выводы, как мне жить, что из этой книги я могу черпануть, как великую мудрость и применить в своей жизни, стать святым, или, поняв, что это какая-то бредятина и блевотина, просто отодвинуть это от себя. Вот и все. Вот такой мой длинный большой ответ. Ну ничего, ролик получается не маленький, но какие-то у меня набираются списочек комментариев, я на них тематически все-таки ролик посвящается опять Библии. Игорь Флегонтов к Псалму 22. Все сказанное в этом Псалме и в других относится к царю Израиля Давиду. Если логика, когда читающий Псалмы человек все сказанное в Псалме Давидом применяет к себе, одевает на себе одежду Давида. Слушайте, еще раз я показываю, насколько люди невежественны. Хотите, обижайтесь, хотите, нет. Тех, кто это пишет или слушает. Это реально так. Даже Псалмы Давида, кто со мной, человек пишет комментарий к 22 Псалму. И еще, даже более скажу, вот люди, я занимался библистикой, мне не нужны такие дипломы, кто знает, я поступал с отличием в семинарии, в Баптистской, на удаленке, как это называется там, уже забыл-то, ну, знаете, когда по интернету учишься, даже отучился половину, так скажем, и не стал просто ее заканчивать, потому что у меня прения стали с, ну, и были с ихним мировоззрением, естественно, никто бы мне ничего не дал бы, да я и не собирался ничего получать в том плане, ну, я бы не смог получить, потому что здесь у меня конфликты по вероучению, когда надо было давать отчет, да, соглашаясь с ними на все, я это делать не стал, вот, но сам-то я библистику хорошо знаю и занимался ее изучением, именно потому плоды моих, моей жизни у вас всегда на экране. Вот человек читает, у псалмов даже надпись есть, у любого псалма он написан, надписан, говорится, вначале там есть псалом Давида, и когда я прочитал, у меня это публично есть, в отличие от тех людей, которые вот выдвигают свои невежественные речи у меня в комментариях под каналом, я не против, но я говорю, будьте готовы вот к такой вот жесткой критике, аргументированной, вы хотя бы надписание псалмов читали, как псалмы Давидос написаны, псалом Асафа, псалом сынов Кореевых, причем, более того, там и 100 псалмов, и 150, даже, даже по всем пытающимся там притянуть, а их еще меньше, на самом деле, я там все это говорил, все это показывал, сейчас я уже говорю общими свободными словами, мне не надо ничего доказывать, когда я говорю в таком стиле, что вы можете обратиться к полноценному чтению этих псалмов на моем плейлисте от первого до последнего, кстати, начиная с того, что всегда у меня есть вот именно какое-то видение, я многие вещи общего порядка пытаюсь тоже до людей донести, по поводу псалмов, то же самое, поэтому вот хочется мне слушать такого, читать, и читать таких комментариев, как мне говорят, ты никого не слушаешь, или там вот не воспринимаешь, ну что я должен воспринимать, человек ошибается, я аргументированно это показываю, начнем с того, с надписи, с надписи самого псалма, псалом Асафа, псалом сынов Кореевых, псалом там хора написано, более того, кто занимался библистикой, знает, что как минимум было четыре книги этих псалмов, естественно, потому что раньше, она часто современная, псалтырь вот такенная, а раньше все это на пергаментах писалось вот таким вот шрифтом, и все это кто-то оказывается потом собирал, более того, в одну книгу они превратились вообще уже возможно сто лет назад, кто их писал, сколько они лет собирались, кто их писал при храме, вы думаете, дар слога и певца был только у Давида, что ли, нет, конечно, псалмы Соломона, он сам говорит, сам же автор пишет, к царю Израилю Давида, а нет, здесь он не говорит про Соломона, а я, наверное, ну ладно, всегда готов поправиться, это уже что-то, может, я просто придумываю, не важно, тем более, одному лишь Давиду, там не одному Давиду, вот и все. Второе, по поводу к себе примерять, я тоже что-то не пойму, но все прекрасно знают, хотя я сам там показывал, вот это вот разоблачение, того, что, такого доброго разоблачения, что все очень часто притягивают, так называемые, мессианские псалмы ко Христу, и как бы они действительно применяемы, и это действительно так, но очень часто это делают чрезмерно, плюс ошибочно это делать, что, как и любое пророчество, я много раз говорил, про чтение Библии, это очень важный ключик для понимания. Первое, любой пророк, или то же самое, Давид его пророком называет, прежде всего, он говорит вообще, действительно, себе, если это касается его судьбы, это раз, плюс параллельно, можем столбиком тянуть, он говорит о себе, о настоящем времени. Второе, он говорит уже об израильском народе, это пророчество об израильском народе, и, соответственно, второе, прообраз, это недалекого будущего, очень часто, это предупреждение, что если вы сейчас не будьте, не покайтесь, и не обратитесь от злых дел своих, вы вкусите вот эти вот плоды, буквально вот, в следующем поколении, после меня. И третье, все эти пророчества относятся к далеким временам, к тому же самому израильскому народу и к Иисусу Христу, к его первому пришествию, а еще можно четвертое сказать, зеркально, это относится ко всему человечеству, уже вообще в масштабе, и ко второму пришествию Иисуса Христа. Вот так вот, это очень тоже важно. Поэтому это первое по поводу ответа этому человеку на то, что примерять на себя якобы шкурки Давида, прежде всего она примеряется, как видите, уже к четырем, назовем их четырем субъектом, не знаю, как правильно выразиться, потому что это сам Давид, это израильский народ, так скажем, недалекого времени, это израильский народ позднего поколения, относительно Давида, во времена первого пришествия Иисуса Христа, это все человечество, во времена второго пришествия Иисуса Христа. Как это не применять? Ну а уж примерять к себе, слушайте, когда вы читаете ту же самую жизнь и учение Иисуса Христа и Евангелия, когда вы читаете послания апостолов или об их жизни в книге «Деяния», когда вы читаете книгу «Откровение», когда вы читаете книги «Ветхого завета», когда вы читаете любую книгу или слушаете любого человека, историю его жизни или его мысли, вы для чего их слушаете, если вы не будете применять это к себе? Иисус сказал слушающие, говоря о людях, которые слушали его проповеди, его, так скажем, историю жизни, потому что он говорил, я вот так поступаю, или вот так поступайте по образу и примеру, меня как я поступил. Я умыл вам ноги, вы умываете ноги друг к другу. Если не примерять это к себе, зачем это? Красивые песенки слушать? Да есть и покрасившие песенки в мире. Вы знаете, русскому человеку читать японскую поэзию практически невозможно. Она просто ему не идет. К чему это все? Если я из псалмов Давида не буду назидаться и не буду применять это к своей жизни, зачем мне тогда вообще все эти писания Библии, Ветхого, Нового Завета? Зачем? Так тогда и Евангелие, это об Иисусе Христе. Нам-то чего? Он искупил нас своей кровью, да, и все хорошо ешь, пей, веселись душа моя, ибо завтра умрем, и все пойдем к Богу, да, будучи в грехах по уши. Чушь, чушь и чепуха. Так что вот так вот. Следующий комментарий. Миша Рокачев. К Библии ни слова Божье. Отрак Вячеслав, русский ангел, сказал, что обмана там нету. Кто хулит, злостует Библию, будет в аду. Ну, мне что хочется ответить. Может быть, этот отрак Вячеслав, русский ангел, сам в аду за такие речи, за такие проповеди, за такой Евангелие. Господи, с этим отраком Вячеславом. Бедный мальчик. Что сумасшедшая мамаша, я по-другому сказать не могу. Из него сделала. Я, кстати, видел-то, там же есть, ну, показывает же, все это благо в современной мире было, видео. Нормальный, здоровый мальчик, хороший мальчик. Возможно, был от Бога что-то говорил. В ролике есть у меня где-то добавлено видео. Кто видел, такой мальчик говорит о любви. Ему лет, наверное, 10. Он такие речи говорит. Я вообще был в шоке. Ну, послушайте, во-первых, что он говорит без всяких там супероткровений про динозавров. Мальчик просто о любви говорит. Знаете, похлеще меня, наверное. Я этот ролик даже добавил. Говорю, все везде. У меня в социальных сетях везде есть. По-моему, такой в зеленой маечке. Дитя Божье, по-моему, назвал его на канал. Я, кстати, его на YouTube загрузил на свой такой серый канал, где я вот это все загружаю. Ну, когда-нибудь его заблокируют, наверное. Там все подряд, все, что не мое и все, что, понятно, дублировано. Вот. Если ссылку напишите, напомните в комментарии. Я дам, кому интересно. Действительно, вот отрок, да, вот ребенок, юноша, там. Я говорю, я на вид плохо могу определить. Да мальчику лет, по-моему, 10-12. Ну, такие вещи простые о любви говорить, что все должны любить друг друга. Казалось бы, кто его об этом, кто его научить, так он даже родитель. По-моему, его собственная мама снимает. Вот он это говорит и все. Я не сомневаюсь, что Бог посылает своих жнецов на землю постоянно. И эти жнецы уже мудрость свою проявляют рано. Сам Иисус 12 лет учил учителей израильских в храме. Да, и все удивлялись его мудрости. Поэтому я не сомневаюсь таких. И, кстати, в отроке Вячеславе, как в таком добром святом мальчике, я, кстати, не сомневаюсь. А вот в тот культ, который сделала из него его действительно безумная мамочка. Безумная мамашка. Потому что сама она от истины очень далеко. Она обычная язычница и просто безумно любящая своего мальчика. И после его смерти теперь готова жить просто его вот этими воспоминаниями, вот этим всем культом. Потому что все она несет. Я просто много чего про Ота Вячеслава тоже поизучал в свое время, конечно же. И все там не так гладкое. Никто ничего доказать не может. Но то, что она несет сама про этих там динозавров тех же самых. Все говорят, мальчик был обычный. Говорил, никто этого не слышал, кроме нее, якобы. Не знаю. Это все очень... Это что отрок Вячеслава, говорится. А уж тем более культ из него сделали. Это вообще беда. Это вообще беда, когда из кого-то делают культ. Можно почитать, вспоминать. Я надеюсь, у меня, кто меня вживую видел, слышал, будет всегда с теплотой, любовью просто вспоминать. Вот и все. Не более того, слушать мои речи, если они останутся в Ютубе. Но культ это делать из кого? Все мы люди. Что там делают с этой могилкой? Это же жуть вообще. Обычное язычество, я говорю. И вот это вся хинея. Послушав вот этого мальчика, я говорю, я сам добавляю такие видео. То есть это значит истинно, добро. Это несет какой-то свет. Я говорю, обязательно напишите в комментариях. Я дам ссылку, она залита на Ютубе, если у вас в соцсетях нет. И пока этот канал, серый мой, не закрыли. Я туда все, что такое интересное, хочется как-то сохранить. Пока там хранится. Я дам ссылку на этот ролик. Посмотрите. Очень интересно. Будет просто удивляться, как отходы от отрока. Да я в его годы ни о чем, кроме там приставки и Марио, не думал, наверное, как поиграть в танчики там в эти виртуальные или в реальные. А ребенок такие вещи говорит. Удивительно просто, да. Ну, лучше по поводу, да. То есть, во-первых, тут в этом комментарии автор мне приводит, как отрока Вячеслава какого-то авторитета. Для меня нет никакого авторитета в жизни вообще, кроме истины. А истина – это то, что я почитаю за истинный раз, а я почитаю за истину все, что соответствует любви, свободе и бессмертии. Этому научил меня Бог, когда-то не открывшись и просвещая каждого человека, пришедшего в мир. Ну, и в Иисусе Христе, пусть даже тоже дошедших до нас искаженных, где-то неправильно переведенных, сокрытых в многих местах Евангелия, я, естественно, увидел в Боге, пришедшем в плоти. Вот и все. Поэтому какого-то обмана… Там переводы уже обман, потому что кто элементарно читает просто два разных перевода, там возьмите новый русский достойный перевод, возьмите синодальный. Разночтения зеркальные, диаметральные, как угодно, как вам, противоположные. Полно стихов. Я вот пока оставил опять это дело. Я Евангелие от Марка уже, и второй круг, когда Новый Завет стал читать, Евангелие от Матфея уже там до восьмой главы тогда дочитал. Я читал параллельно и буду читать параллельно в двух переводах. Я уже там показывал те места, где были такие вещи, где показаны просто абсурдные пару вещей, где метральный, скажающий смысл, очень глубокий. Даже пример сейчас не хочу приводить. Кому интересно, читайте на моем канале, смотрите Библию. И так у меня вечно ролики по 10 часов. Так что по поводу злословия тоже. Что в это слово только не вкладывать. Слушайте, критика, здравомыслие, когда ты из писания, из обычных бумажек делаешь выводы, потому что тебе в этой жизни давать отчет. Потому что как ты живешь, то ты и есть. Что ты там читаешь? Библия, как любая другая книга, как проповеди любого проповедника, лекции, выступлений, все, что вообще в мире вы слышите, видите, это лишь только средства. Это только в вас входит, как Иисус сказал. Это не оскверняет вас. То, что вы послушали какого-то еретика, даже христолюбого, это все вас не осквернило. Вот что вы потом делать будете? Как жить и что говорить? Уж слово это дело. Оно через тело воплотилось, ваши мысли. Словом, как говорят, можно и убить. Это другой вопрос. Вот и все. Поэтому что значит хулит? Хулит, злословит. Все это ты в это что-то вложил. Только потому, что я, как вы, там лбом не бьюсь, да, об нее. 95% православных в храме никогда в жизни ее в руки не брали, но при этом прикладываются к ней, якобы к святой книге. Спросишь, ты читал хоть когда-нибудь там что-нибудь? Да ничего он не читал. Он пришел яички покрестить. Владимир Непко, слушай, слушал тебя про Соломона. А вот откуда я просто перед этим так пролистнул комментарием. Поэтому я в предыдущем комментарии про Соломон-то вспомнил. Слушал тебя про Соломона и Давида. У тебя с головой все в порядке? Меня? Да. Ты подвергаешь сомнению, что Библия – это слово от Бога. Я не подвергаю сомнения. На ней написано Библия, библиотека, набор писаний. Я вот удивляюсь тупости людей. Вы что, читать не умеете? У вас написано на книге Библии. На ней не написано слово Божье. И что написано про Соломона и Давида? Не Богом, Духом Святым написано. Нет. Я, слушайте, я вот сколько... Давайте сначала прочитаю, а потом буду комментировать, чтобы у вас общий сложился. Совсем больной? Покайся. А то чревато для тебя пред Богом будет. Ты что, из церкви нового поколения или церкви последнего времени, которые самые секты? Не загоняй людей в ереси богохульства. Пожалеешься? Какой ты церкви скажи? Я никакой церкви, я церкви Христовой. Я его послушный ученик. И в отличие от вас, не являюсь поклонником неизвестно чего. Бумажек всяких. Вот что про Библию. Заметьте, каждое всегда слово я разбираю. Библия, это что ни слова Бога? Нет ни слова Бога. Написано про Соломона и Давида не Богом, Духом Святым написано. Нет, не Богом, Духом Святым не написано. Он, Бог, Дух Святой, в который вы верите, что это якобы Троица, это ее кусочек, не сходил и ничего в руки не брал, и никакой ручкой ничего не писал. Это писал неизвестно кто вообще. Неизвестно кто это все вообще писал, описывал, переписывал, переводил, и нам все это перетолковали. Потому что любой перевели, а любой перевод на любой язык это уже толкование. А любое потом переписывание, переведенного, перетолкованного уже, потому что книги имеют место тлеть, да, это еще один перевод или перетолкование. Потому что то, что там переписывают, бывает, с древних уже текстов, уже сами не понимают. Нет, не Духом Святым это написано. Нигде об этом не сказано. Иисус никогда не говорил, что Библия написана Духом Святым. Нигде. Мало ли что там Павел сказал, все Писание Бога вдухновенно. А человек не Бога вдухновен, а я не Бога вдухновен. В кого Бог вдухнув дыхание жизни своей и просвещает всякого человека, пришедшего в мир. Библию или человека? Мало ли у кого там крышу срывало вместе с днищем. И что дальше-то? Про Соломон с Давидом все правильно написано. Да. Стоит человек, Давид говорит своему малолетнему ребенку, возьми меч и убей его. Про Давида написано, да. Духом Святым нет. Человеком описана реальная история, где Давид просто негодяй. Своего ребенка с детства учит убивать безоружного человека. А разве не Соломон убил всех своих конкурентов, вплоть до братьев, чтобы воцариться после отца своего Давида? Разве это не Соломон делал? Разве не Давид насиловал жену своего лучшего военачальника? И потом всячески трусливо, как последняя собака, пытался скрыть этот грех, поджимая хвост? Разве не Давид это делал? Духом Святым это описано? Нет, людьми это описано. Разве просил Давида или Соломона кто-то строить это капище? Нет, не просил. Разве Нафан не обличал Давида? Не делай этого, обличал. Но им все до лампочки. Их не греховная хачушка делает все, что она хочет. Это кем описано? Духом Святым? Нет, людьми. О ком? О людях. Об их грехах. Я какие должен выводы отсюда сделать? Что значит Слово Божье? Вы настолько невежественные и глупые, что я просто поражаюсь всегда на вас, читая ваши комментарии, общаясь с вами, со многими. Вы готовы оправдать любой грех? Вы настолько боитесь своего отца, дьявола, Бога, который вам все это втирает? Где Бог, там нет страха. Я не боюсь Бога. Бог есть любовь. Я проповедую любовь. Разве Давид проповедовал любовь, заставляя своего ребенка малолетнего убивать беззащитного человека с детства? Просто окаменяя его сердце. А чему он учил своих детей на силу жену своего лучшего начальника и свой народ, который весь узнал об этом? Это какой пример он дал? Это святой человек? Да это лютый грешник, вместо которого в аду. Я должен что, возвести в святость этот поступок или что? Он покаялся? Да, он вкусил потом плоды своего покаяния. Все его царство упитано и улита кровью. Все его царствование залито просто кровью. Насилием, слезами и страданиями. Все его царство и все царство Соломона, к сынку которого потом пришел народ, якобы он так возвеличился. А на какой крови он возвеличился? На каких рабских страданиях и унижениях он поднялся? Как у нас поднимаются олигархи. Что к его сынку приходит народ и говорят, твой отец нас замучил просто. Умерь нам нормы. А сынок сказал, у папашки был мизинец, а у меня в два раза толще. Будьте пахать в два раза больше. Вот вам мудрость Соломона и его сынка. Какое слово Божье? Какая Библия? Это примеры для жизни для меня? Это примеры, как я не должен делать? Это слово Бога. Это поступки дьявола, описанные людьми, о своих же людях. Насколько надо быть безрассудным и глупым человеком, чтобы называть Библию Словом Божьим? Я не знаю. Псалом 97-й Бог идет судить землю. Вы или отбросьте Ветхий Завет, или примите его, но не коверкайте и не извращайте. Вот пример этого горя автора, пример же учения. И ведь тот же Ешуа, Иисус, на кого ты опираешься, сказал, что ни одно слово из Писаний не пропадет, все сбудется. Слушайте, я когда опять вот читаю все это, я просто поражаюсь. Вырывают все, что хотят, откуда хотят. Иисус говорил о том, что все, что о нем сказано в Писаниях, о нем, о его жизни, о его приходе, о его приходе, да, пришествии, о его жизни святой и его учении. В так называемые мессианские места, неважно, в Псалмах или в других писаниях, о том, как будет к нему относиться, что с ним сделают в оконцовке, что после убийства его жестокого он воскреснет, даже о втором пришествии его. Все, что в законе, да, сказано о нем, о его жизни, сбудется. Да, так и есть. Кто с этим спорит? Никто. Слушайте, когда Иисус это говорил в той же самой Нагорной проповеди, я вот, люди, знаете, люди настолько невежественны, настолько глупы и слабоумны, реально. Вы не думайте, что я все время вот так говоря хочу кого-то обидеть. Я говорю просто людям правду. Это слабоумие, потому что эти стихи находятся в так называемой Нагорной проповеди, в которой сам Иисус обличает закон, говорит, что он неверный абсолютно, что это противоречие истине. Иисус говорит, вам сказано око за око, а я ни на что не опираюсь, ни на Иисуса Христа, на что я опираюсь, как он говорит, на того же самого. Я не на Иисуса Христа опираюсь, потому что даже Иисус Христос, его жизни и учения в некоторых местах искажены до неузнаваемости псевдо-христианскими религиозными сектами. И я не опираюсь на Иисуса Христа, я опираюсь на истину. Иисус сам ничего не написал, ничего не позволил под свою дихтовку стенографировать и писать своим ученикам. Бог однажды пришел во плоти и оставил людям свободу даже извращать его жизни и учения. Но просвещая каждого человека, Бог знает, что истина будет в мире всегда существовать. И я вам сейчас говорю истину. И в тех же самых религиозных псевдо-христианских Евангелиях, в которых есть искажения, прямые подмены, обманы и ложь, неправильные переводы, многих слов, которые меняют кардинально смысл жизни и учения Иисуса Христа. В частности, в этой Нагорной проповеди Иисус прямо противопоставляет свое учение закону, закону Моисея, Ветхому Завету. Вам сказано, а я говорю вам, поднимает палец вверх. Он ни на что не опирался. Он опирался на истину, а я говорю вам. Кто ударит тебе в правую щеку, подставь в другую. Не мсти человеку, не отвечай злом на зло. Но побеждай зло добром. Это противоположные вещи. Это в одном и том же месте сказано. В одном и том же месте сказано. Вам сказано, люби ближнего и ненавидь врага своего. А я говорю вам, я говорю вам. Несмотря на то, что это сказано Ветхому Завете, якобы Ветхозаветным Богом. Нет, это учение Моисея. А я говорю вам, любите врагов ваших. И это не пустые слова. Благословляйте, молитесь, что творите им добро. Разве это не противоположное учение? Разве это не в одном и том же месте сказано? Даже откуда человек вырывает эти слова и мысли Иисуса? Якобы ни одна черта, ее-то не придет. Разве Иисус не говорит вещи, противоположные закону? Прямо противоположные закону. Прямо противоположные. Любить и ненавидеть. Мне пытаются сказать, что мне один раз, кто слышал даже беседы в открытом доступе, да Ветхом Завете тоже любить врагов учил Бог. Я говорю, где покажите мне место? Сам Иисус цитирует древний закон. Ненавидеть врага надо было. Ненавидеть. Давид малолетнего сына своего принуждает убить безоружного человека, перед ним стоящего, пленного. Соломон убивает всех своих родственников, кто претендует на его трон, на трон отца Давида и всех конкурентов, военачальников. Давид учит своего сына Соломона, чтобы он никого не оставил без наказания, кто был его врагом при жизни и кого он сам не успел задушить. И сынок послушно исполняет волю своего отца. Разве этому учит Иисус? Разве это ни одна йота и черта из закона не придет? Разве Иисус не нарушал субботы иудейские, творя добрые дела? Оставьте эту блевотину себе. Питайтесь ей. Но радость от этого кто радостен будет, питаясь блевотиной? Никто. Вряд ли вы сами испытываете радость в жизни и можете эту радость кому-то благовествовать. Поэтому или прими, или оставь Ветхий Завет, а оставьте это себе. Я человек. Я все взвешиваю. Мне дана мудрость избирать между добром и злом. Не важно, какие книги я читаю, не важно, кого я слушаю, как я сегодня вам уже говорил. Я все, что в меня входит, анализирую. И из себя я должен испустить все благое. Вот и все. Бог не будет после смерти, да, пускать меня в аудиторию, кто учился в школе, институте, понимает о чем речь, да, и принимать у меня экзамены по Ветхому Завету, по Новому. Человек явит свою святость или греховность. Что в тебе сидит? Денис Гурганов. Научитесь к ролику Евангелия Танна, шестая глава, плоти, кровь, тело Иисуса Христа. Научитесь работать с текстами, он мне пишет. А то скачете по верхам и думаете, разобрались. Не мудрите. Слушайте, я когда, я помните, я было время, я эти комментарии читал в онлайн режиме, прям с ютуба, с личного кабинета. Потом я сейчас немножко ушел от этой, немножко, а совсем ушел от этой системы. Видите, делаю скрины. Во-первых, они не теряются, никто их не удаляет, они у меня сохраняются. Плюс я их как-то сразу называю, собираю по полочкам, группирую по названиям, соответственно, они группируются. И можно сразу их зачитать на одну тему и ролик уже посвятить этому. Потому что, помните, ответ на вопрос, просто ролики в никуда теряются, а в них, как вы видите, я могу дать на основе этих комментариев тоже какую-то мудрость и пользу вам тем, кто ищет, алчат и жаждет правды, да, ищет истины. Вот люди эти пишут, вот смотрят, причем, кстати, кролик-то пишет Евангелие от Анны, то есть на канале Христалю Библии и Писание, значит, ну пусть, не знаю, последовательно он смотрел, или ему случайно ролик где-то попался, и он его посмотрел. Мне пишет человек, человеку, у которого уже после пятилетнего практически скоро будет стажа проповеди на ютубе, свидетельство моей, моего познания, они у меня, вот, как Иисус сказал, сотворите и научите. Я сотворил. Мне на канале записана Библия целиком, вы знаете, это большой труд, это было очень непросто сделать, она есть. Сотни, полтысячи проповедей на Христалюб, на котором вы сейчас смотрите это видео, на канале Христалюб, проповедь его пьющую в пустыне Вегана, о личной жизни свидетельствующей, что-то рассказываю, да. Бесед, сколько было, много, конечно, оказалось закрытым потом, после того, как кто-то с тобой расстается, не хочет, чтобы даже рядом с таким, как я, да, ролики где-то появлялись в интернете, вот, ну, все равно, и этому было посвящено время, может, часть все равно какая-то есть, и до сих пор еще какие-то беседы выкладываю, какие проходят, кто не против. Что за этим человеком, всегда я тогда показываю, даже специально сделал скрин, потому что знал, что я никуда. Вот я открываю канал человека, Денис Гурбанов, как видите, я даже в рамочке обвел, здесь пока ничего нет. No comment, как говорят. Ничего нет. Пустота у человека. Этот человек меня учит разобраться, не мудрствовать, да, и научиться работать с текстами. Иисус сказал, я тебе отвечу словами Иисуса в очередной раз, сотворите и научите. Ты, прежде чем меня учить, сам что-нибудь сделай. Я как научусь? Хорошо, ты такой мудрый, ты умеешь работать с текстами. Где? Где? Я у тебя на экране вижу. Ноль. Ноль без всякой палочки. Здесь ничего нет. Дырка. Пустота. Черная дыра. Ничего нету. Я чему буду? Таких, как ты, учиться чему? Люди ко мне приходят и познают истину, реализовывают ее в своей жизни и обретают полноту, благо бытия, блаженство, счастье. Потому что, познав и поймав в своей жизни то, что в тебе всегда было внутри, любовь, свободу и бессмертие, ты обретаешь полноту, счастье. У тебя не остается никаких вопросов. Я могу дать ответ человеку на любой вопрос. Что ты можешь? Ничего. Ноль. Где? Где я, обратившись на твой канал? Где твои ресурсы? Что? Или я должен из этого комментария вынести для себя весь смысл жизни? Или кто-то, прочитав твой комментарий, получит для себя какую-то пользу назидание? Никакой. Никакой. Ты дал мне оценку, которая не соответствует моей деятельности. Моя деятельность вся на канале. Моя деятельность – это живая жизнь. Я говорю, каждый может мне позвонить, пообщаться, поговорить. Все знают, кто я. Я не скрываю свое не то, что учение. Я жизнь свою не скрываю. Вы можете приехать ко мне и пообщаться со мной вживую. Я могу приехать к вам в гости, если вы меня пригласите. Вы можете не просто приехать на два дня, вы можете приехать пожить. Вы можете приехать поселиться. Кто вы? Кто вы? Никто. Ну, хорошо, хоть какая-то фамилия, имя. Не знаю, насколько они настоящие. Потому что дальше по цепочке найти этого человека невозможно. Где вы найдете? В соцсетях. Там может быть тоже пусто. Кто вы? Знаете, я православное предание тоже очень хорошо знаю. И всегда вспоминаю, вот опять, помните, как Иисус сказал. Что книжник, научный небесному царству, из сокровища сердца выносит все доброе. Из всего извлечет пользу, да. Из плохого, из худого, да. Он умеет. Он как мудрая пчела везде соберет пыльцу, да. А муху везде говно найдет. Вот я из, помню, Антония Великого, вся в спина один из случаев. Не важно, правда это или неправда. Это может быть вообще притчи. Это вообще не суть ссылаться на авторитеты. Да, и когда к нему один умник пришел, а Антоний Великий уже был известным подвижником, просиявшим, как говорится, да. Ты тоже там начал жизнь учить, да. Что, мол, он не так живет, а вот он там в доме у родителей, кстати, подвизается. А Антоний уже 50 лет в пустыне там прожил, да, в одиночестве. Борясь с бесами, питаясь там одной пшеницей, да. И он его жизнь не учит. И к которому тысячи монахов идут за советом. Он ему говорит, ты кто и как живешь? Вот я на всю жизнь это запомню. Так понравилось это. Ты кто, где и как живешь? И вот когда он ему рассказал, кто он где и как живет, Антоний Велик все понял и сказал ему, да, что ты близко не прикасался к тем трудам, которые я сотворил. Ты кто и как живешь? Вот что я могу из вашей жизни познать? Ничего. Где ваши слова? Пустые, глупые, невежественные комментарии? Зачастую. Ну а уж по вашим страницам все понятно. Придите и научитесь, что значит милости хочу, а не жертвуя. Спросите, я вам отвечу. Что-то не понимаете, я дам разъяснение. А это? Научись не мудрству и научись работать с текстами. Ну научи. Научи. Где? Давай, я поучусь. Где твой курс? У меня, пожалуйста, бери, читай все в открытом доступе. На этом у меня все. Всем желаю познания истины. Она не сложна. Она очень легка. И никогда ничего не бойтесь. Где страх, там нет любви. Там значит нет Бога. Ибо Бог есть любовь. Субтитры создавал DimaTorzok